Ах, как по мне, осенние цветы самые прекрасные. Посмотрите на эту красоту. Всем привет, меня зовут Алена, и кроме вот этих вот прекрасных цветов, у меня на заднем фоне собрались пустые баночки. Это продукты, которые у меня недавно закончились, и сегодня мы будем их обговаривать и провожать в мусорник. Ну что, давайте приступим. По классике, начну с продуктов для волос. Закончился у меня вот этот вот шампунь от Head & Shoulders. Тот, который с ментолом. У него действительно охлаждающий, такой леденящий эффект, и после него создается впечатление, что у вас действительно очень чистая, практически стерильная кожа головы. Вот действительно, до скрип его очищает. Как по мне, на каждый день это слегка чересчур. Чередую его с более мягким шампунем. И еще одна фишка, если вот этот вот ментол попадает к вам в глаза, лучше этого не испытывать. Вот серьезно. Поэтому с ним нужно быть очень аккуратной и следить, чтобы мыльная вода не покидала пределы волос. С удовольствием прощаюсь с вот таким вот бальзамом от DAF, который против секущихся кончиков. Что-то я вообще не поняла. Какой-то он никакой вообще стекает с волос. Слишком какой-то жидкий. Не заметила там суперпитания или ухода. Здесь что, пчела? Да. Здесь, по-моему, пчела, и она жрет мои цветы. Я не могу убивать насекомых, у меня это психологическая травма. И мне надо как-то его словить и выпустить на волю. Жжит, внутри жжит, внутри. У меня стресс, но пчелка на воле. Можем продолжать. Мне советуют его покупать, потому что на рынке есть аналоги намного дешевле. Это не работает для меня. Так уж сложилось, что у меня закончился еще один бальзам для волос. Он уже от Fructis. Я его брала когда-то с собой еще на море в мае. Он очень легкий и круто пахнет. В отличие от предыдущего, этот помогает вам расчесать волосы, но при этом вообще не утяжеляя их. Легенький, пахнет фруктиками, но на зиму этого будет явно недостаточно. В каждых своих банках я показываю баллончик от Batiste сухого шампуня. Аромат называется Original. Довольно свеженький такой. Но все-таки я надеюсь, что Batiste выпустят свой продукт хоть один, без запаха. Буквально пару дней назад закончился у меня уже далеко не первый дезодорант от Dove. Тот, который с эффектом пудры, powder soft. Аромат у него детской присыпки. Но он очень нежно работает с кожей. Такой ненавязчивый запах чистоты. Эх, отпускаю я на волю вот такой вот гель для душа от Palmolive. Помните, я показывала его в покупках, и вы мне писали, что тоже его пробовали, и он вам понравился. Он действительно очень шикарный. Этот запах, это просто нечто. Еще плюс его скрабирующие частички, похожие на семечки клубники. Хотела себе купить еще что-нибудь с этой коллекцией. Но там, по-моему, есть еще с кофе и кокосом. Кокос я вообще терпеть не могу, кофе, как-то так. Ну, в общем, ни в один из тех ароматов я не влюбилась. Закончились у меня сразу два продукта для ухода за кожей вокруг глаз. Фу, господи. Вот эти вот патчи у меня высохли, те, которые с Алиэкспресс. Я их очень любила, обожала. Их здесь было под 100 штук, и я с удовольствием ими пользовалась. Если помните, всем рекомендовала, рекомендую хорошие увлажняющие, осветляющие патчи. По довольно бюджетной цене за такое количество. И закончилось у меня вот такое вот средство два в одном. Помните, там где дневной гель и ночной крем в одном флаконе. Я на него так конкретно подсела, использовала каждый день, пока он вот не закончился. Прям до каждой капельки, настолько я его любила. Очень приятный, легенький, хорошо наносится. Действительно питательный ночной крем и такой немножко холодящий гель. Возможно, куплю еще. Еще одна моя любовь закончилась. Это кремовые тени от Color Tattoo в оттенке номер 91 Cream DeRow. Самые гениальные тени, которые вообще я нашла у нас в магазинах. Они нейтральные по цвету. Очень стойкие, можно использовать как базу по тени, еще и довольно бюджетные. Вот доскребла, прям до дна. Я помню еще как ногтем выковыривала там возле бортиков, чтобы прям аж до последней капельки. И сразу скажу, у меня уже в косметичке точно такой же новенький лежит. Настолько я его обожаю. Закончилась у меня паста от Colgate, которая Max White, прозрачная, с такими вот пластинками белыми. У меня почему-то она вызывает чувствительность. Действительно отбеливаю, действительно красивые зубы. Ну, надо чередовать с какой-то более мягкой для чувствительных зубов. Кстати, на вкус она как будто жвачка сладкая мята. Что мне опять по столу лазит? Это моль. И последняя баночка, что-то как-то мне стыдно ее показывает. Это масло сладкого миндаля. Еще половина есть, но вышел срок годности. Очень люблю использовать такие масла для самомассажа в области бедер, ягодиц. В общем, вместе своей массажной варежкой. Масло питательное, но какое-то оно довольно легкое и хорошо впитывается кожей. Просто само масло миндаля очень мягкое и приятное. На заменку взяла себе, по-моему, жужоба. Сейчас я использую. На этом все. Вот такие вот пустые баночки были у меня на этот раз. Надеюсь, это видео было вам полезным или интересным. Если это так, не забывайте поставить пальчик вверх, внизу под этим видео. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А я вас всех целую. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok